Опасность преодолелась. Греча? Греча? Ну, в общем, может, оно и к лучшему, потому что самка суриката, особенно если это не ваша самка суриката, это страшный зверь. Привет всем, с вами Закон Клуб, я Марина Рыбалтовская. Сегодня мы, наконец-то, поговорим о сурикатах. Очень долгожданное видео. Во многих видео мы рассказывали, что сурикат – животное социальное, но, тем не менее, это животное с некоторыми особенностями в характере. Надо помнить, что сурикаты выбирают свою стаю, привыкают к ней обычно до года, иногда до полутора лет, после чего все остальные люди и животные становятся врагами, от которых свою стаю надо защищать. И себя, естественно. Сурикат – животное берсерк. Не смотрите на то, что оно такого маленького размера. Животное страшное. Даже греча, которая меньше, чем свои собратья в два раза, может нанести серьезные увечья. И, поверьте, сурикат никого и ничему не боится. Если мы во всех, даже в самых ранних видео, говорили, что с самцами суриката дела обстоят попроще, то с самками все совсем сложно. Дело в том, что у сурикатов матриархат, поэтому самки главные в стае. Естественно, самки проявляют доминантное поведение, в связи с чем хозяевам бывает сложнее с ними управиться. Это общеизвестный факт о сурикатах. И поэтому большинство людей просто избегает того, чтобы заводить себе самок этого животного. Наверное, это и правильно. Но что делать, если вы все-таки захотели завести себе самоуберенную, независимую и весьма доминантную самку суриката? Как же с ней поладить? Или что, если вот так получилось, что, может быть, вы купили малыша как самца, а в итоге это оказалась самка? Такое тоже бывает. Хотелось бы дать несколько советов и немножко направить тех, кто пошел по этому однозначно непростому пути. Сегодня мы в студии, и сегодня с нами присутствует суриката Греча. Те, кто подписан на мой инстаграм, наверное, знают эту малышку. У нее достаточно сложная история. Вы можете помнить эту серию роликов. Мы тогда утонули в гигантском количестве маленьких сурикатов и лисят. Выкармливали их, посвятили им практически все лето. Но мало кто знает, только подписчики инстаграма. Когда малыши переехали в вольер, в один из дней мы пришли метром в животник, а один из малышей сурикатов не может закрыть рот. Сидит вот в таком положении. Пытается кушать, но кушать не может. Мы точно до сих пор не знаем, что произошло. Но, естественно, мы сразу поехали с этой малышкой по докторам. И в ветеринарной клинике Сотникова доктор Марина Казимирчук сделала ей КТ. И оказалось, мы надеялись, что, может быть, это какой-то вывик, но оказалось, что это сложный перелом. Малыш сурикат сломал себе челюсть в двух или трех местах. Я уже точно не помню. Надо сказать, она была самой активной и самой бодрой и горзой из всех малышей. Наверное, это и послужило основной причиной такого несчастья. Но факт остается фактом. Ей пришлось поставить спицы. Ей пришлось поставить целую систему для того, чтобы ее челюсти срослись правильно. Конечно, нам дико повезло, что в ветеринарной клинике Сотникова есть такие врачи-любиры, которые могут поставить систему спицы, вот эти сурикаты, и подарить ей надежды на нормальное восстановление, на нормальное функционирование зубного аппарата, что очень важно для дальнейшей жизни. Но суть была в том, что с этим аппаратом рот у нее уже не закрывался вообще. Живатина не могла ничего есть, она не могла ничего. И эту крошку приходилось кормить с катетером прямо в желудок. Мы брали детские пюрешки, мясные, овощные, добавляли витамины, балансировали корм, но все это приходилось заливать прямо со шприца в желудок. Это достаточно стрессовая операция, и понятно, что для малышки это была большая печаль. Да и для нас большая печаль была 6 раз в день заливать в нее корм стабильно. Поэтому мы попросили помощи у нашей подруги Вики Борибасовой. Вы многие ее уже знаете, потому что она выкармливала нашего птенца Чу, пока я отсутствовала. В Германии, что она выкармливала наших малышей грудок, и сейчас она снова выкармливает малышей грудок. Вот и тогда она взяла на передержку малышку, которую надо было выкармливать из катетера. Как вы понимаете, малышка это сурикат и гречи, которая сейчас присутствует с нами в студии. Она целый месяц провела с системой на своих челюстях. Целый месяц сращивались ее кости. При этом мы ездили наблюдаться в клинику, и в один из моментов спицы пришлось немножко переставлять. То есть в общей сложности она пережила 3 операции. Установку, переустановку и снятие спицы. И все это за месяц. Неудивительно, что при таком стрессе она за этот месяц не набрала ни грамма. При этом ей было всего 2 месяца. Это такой очень активный период роста и набора веса. Я не знаю, почему она не могла есть очень много корма. Я подозреваю, что это связано именно с искусственным его заливанием. Но если Вика пыталась залить ей еды побольше, ее просто рвало. Поэтому так уж получилось, что она не набрала ни грамма. И, наверное, это сказалось на ее поведение. Чем я повернусь ее? Ты елочка. Я понял, потому что малышка Греча оказалась самкой, что, в общем-то, сложный вариант питомца-суриката. Кроме того, она оказалась самкой, которая запечатлила в детстве голод, крайний голод, невозможность поесть самостоятельно. Целый месяц провела в таком состоянии. Она очень маленькая. Она весит всего 500 грамм. Она почти в два раза меньше, чем ее нормальные сородичи и чем ее родные братья и сестры. Надо понимать, что это прямо супер-крошечный сурикат. Она по размеру больше похожа на крыску. Ну, тебе не трогай, тебе не трогай, да. Вот. Короче, она у нас сложный. И характер у Гречи был просто дико сложный. Я не просто так убираю от нее руки. Она милашка, она классная девочка. Она меня уже кусала. Вот шрамы у меня на сейфор остались. И кусать она стала свою хозяйку также. И, честно, более вспыльчивый и стервозный сурикат и даже самки мне видеть не приходилось. Гречи очень повезло. Вика, чтобы вы ее представляли, она любит сниматься, но она ростом где-то метр сорок пять. Метр сорок пять, ладно. Весит тридцать пять килограмм. И при этом у нее живет огромная нестандартная переросток восточноевропейская овчарка Кай, который весит больше, чем она. Если бы она не понимала, как договориться с животным, я боюсь, что она даже выгуливать бы свою собаку не смогла. Только если верхом. И то недолго. Поэтому Вика просто начала перекладывать принципы собачьей зоопсихологии на сурикаты. Потому ли, что сурикаты тоже социальны или потому, что принципы положительного поощрения действуют на всех животных, сказать сложно, но это начало работать. В чем главная ошибка в воспитании самок сурикат? Многие люди, когда слышат, что они доминантны, решают, что с ними надо бороться. Бороться напрямую. Думают, что доминирование это значит, что сурикату надо лупить или как-то по-другому показывать свое место в стае. Но помните, что сурикаты четко делят мир на черное и белое, на своих и чужих. Да, у них есть свои внутренние разборки в стае, но в стае это дружелюбное сообщество. Их мелкие стычки не должны заканчиваться серьезными побоями. И они доверяют друг другу. Поэтому если вы начнете бить своего суриката, вы просто перейдете в разряд чужака постепенно. И вы потеряете доверие. А потеряв доверие, вы просто перестанете быть частью его стаи. И вы будете для него никем, пустым местом. То есть вы не точно не добьетесь доминирующего статуса в стае. Вы просто из стаи выгодите. Все. И о том, чтобы сурикат стал вашим питомцем, можно будет уже забыть. Доминант, он сильный. Он уверенный в себе. Он ведущий. Но он не тиран и не агрессор. У животных чаще всего агрессия. Это последний бежстраха. То есть если вы проявляете агрессию, то какой вы доминант. Вы... Здравствуйте, я сучаю. Я это вырежу. Нет? А? Ну ладно. Что же надо делать? Я не зоопсихолог. Я сейчас вам конкретно все ваши ситуации с вашим животным не разберу. Новенько, так любезно, было, что предоставила ряд литературы по зоопсихологии, которые можно прочитать, которые... Которые поможут вам сформировать, в принципе, понимание, как налаживается контакт с животным. Вот это надо будет перекладывать на общение с вашим сурикатом. Это надо будет перекладывать на конкретно вашу ситуацию. На конкретно вашу самостоятельную и независимую самку суриката. Конечно, я по-прежнему не советую всем, кто хочет завести милого домашнего суриката, заводить именно самку. Самка это сложнее. Бесспорно. Но и наладить контакт с непростым животным бывает намного интереснее. То есть, если вы уравновешенный, уверенный в себе человек, готовый наладить с другим таким независимым существом связь, то, возможно, с самкой суриката вам будет даже интереснее, чем с плюшевым самцом. Универсальных советов тут быть не может. Но зоопсихологов сейчас много. И попробовать... И даже если вы не можете сами освоить всю литературу, можно попробовать обратиться к специалисту. Но главное, что это возможно, все возможно. Можно жить с самкой суриката без больших проблем. Главное, ее не тиранец. Боже мой, как я уже устала это слышать. Одни и те же ошибки люди совершают. Один раз, четыре года назад, сказала, что самки доминантны. Все, все забили своих несчастных. Самки суриката, они агрессивные. Ну, а вы бы что делали? Вы тоже были агрессивные. Есть, я думаю. Хорош. С вами был Зоокомпуль. Я, Марина Роболтовская. Оператор Вика Барипасова. Ссылка на инстаграм вики в описании. И отдельное спасибо сурикатам Гречи за то, что вы написали мне радость во время съемки. Все, пока. Го-про-стоп видео. Вовремя молока не даешь, поэтому начинается поедание тебя. Все, после съемки надо кормить детей. Потому что дети никуда не деваются. Саечки наши. Какое возмущение. Да, у нас носок. Они.